Александр Сергеевич Пушкин Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре, князе Гведоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещённый мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, говорит её сестрица, то на весь бы мир одна наткала я полотна. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрепела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во всё время разговора он стоял позадь забора, речь последней посему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица!» говорит он. «Будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной, вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». В сене вышел царь-отец. Все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан запир честной, сел с царицей молодой. А потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха и завидуют они государевой жене. А царица молодая, дело вдаль не отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь-салтан с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь его любя. Между тем, как он далеко, бьется долго и жестоко, наступает срок родим. Сына Бог им дал воршин. И царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. А ткачиха с поварихой, с ватей бабой-бабарихой, извести ее хотят, перенять гонца велят. Сами шлет гонца другого. Вот с чем от слова до слова. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец. В гневе начал он чудесить, и гонца хотел повесить. Но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал на конец. От ткачиха с поварихой, с ватей бабой-бабарихой обобрать его велят, да пьяна гонца опоят. И в суму его пустую суют грамоту другую. И привез гонец хмельной, в тот же день приказ такой. Царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу и приплод тайно бросить в бездну вод. Делать нечего. Бояре, потужив о государе и царице молодой, в спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю. Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел где царь Салтан. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идёт, бочка по морю плывёт. Словно горькая вдовица плачет, бьётся в ней царица. И растёт ребёнок там, не по дням, а по часам. День прошёл, царица вопит, а дитя волну торопит. Ты волна моя, волна, ты гулива и вольна, плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь, топишь берег ты земли, подымаешь корабли, не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна. Тут же наберег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она, но из бочки кто их вынет, бог неужто их покинет. Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, поднатужился немножко, как бы здесь на двор окошко нам проделать, мол, вел он, вышиб дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сын подумал, добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Со креста шснурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно на море не тихо, смотрит, видит, дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней, та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил. Но как раз стрела запела, в шею коршуна задела, коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет. Гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит, и царевичу потом молвит русским языком. Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель, не тужи, что за меня есть не будешь ты три дня. Что стрела пропала в море, это горе, все не горе. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил, ты не коршуна убил, чародея подстрелил. В век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись. Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решились натощак. Вот открыл царевич кочи, отрисая грезы ночи и девясь перед собой, видит город он большой. Стены с частыми зубцами и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорее царицу будет, так как ахнет, то ли будет, говорит он, вижу я, лебедь тешится моя. Мать и сын идут к ограду, лишь ступили за ограду, оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный бога хвалит, в колымагах золотых пышный двор встречает их. Все их громко величают и царевича венчают, княжей шапкой и главой возглашают над собой. И среди своей столицы с разрешения царицы в тот же день стал княжить он и нарёкся. Царь Гведон. Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся, на знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гведон зовёт их в гости. Их он кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведёте? И куда теперь плывёте? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лесами. А теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда. Добрый путь вам, господа! Поморю по океану к славному царю Салтану, отменя ему поклон. Гости в путь, а князь Гведон с берега душой печальной провожает в бегах дальний. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывёт. Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный! Опечалился чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает. Грусть тоска меня съедает. Одолела молодца. Видеть я б хотел отца. Лебедь князю. Вот в чём горе! Ну, послушай! Хочешь в море полететь за кораблём? Будь же, князь, ты комаром! И крылами замахала, воду с шумом расплескала, и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, полетел и запищал, судно на море догнал. Потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит, мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовёт их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. Откачиха с поварихой, с ватей бабой-бабарихой около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. Ой, вы гости, господа! Долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем, иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. За морем житьё не худо, светишь, вот какое чудо! В море остров был крутой, не привальный, не жилой. Он лежал в пустой равнины, рос на нём дубок единый. А теперь стоит на нём новый город со дворцом, с златоглавыми церквами, с теремами и садами, а сидит в нём князь Гведон. Он прислал тебе поклон. Царь Салтан девица чуду, молвит он, коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гведона погащу. Откачиха с поварихой, с вати и бабой-бабарихой, не хотят его упустить, чудный остров навестить. Уж диковинка, ну право, подмитнув другим лукаво, повариха говорит, город у моря стоит. Знаете, вот что не безделка, есть в лесу под елью белка, белка песенки поёт, и орешки всё грызёт, а орешки непростые, всё скорлупки золотые, ядра чисты изумруд, вот что чудом-то зовут. Чуду царь-салтан девица, а комар-то злится, злится, и впился комар как раз тётке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги, сватья и сестра с криком лоят комара. Распроклятая ты, мошка, мы тебя, а он в окошко. Да спокойно в свой удел через море полетел. Снова князь у моря ходит, в синя море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывёт. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный, опечалился чему, говорит она ему. Князь Гведон ей отвечает, грусть тоска меня съедает, чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка. Дива, правда, не безделка, белка песенки поёт, да орешки всё грызёт. А орешки непростые, всё скорлупки золотые. Ядра чистые изумрут, но, быть может, люди врут. Князю лебедь отвечает, свет о белке вправду бает. Это чудо знаю я, полна, князь, душа моя. Не печалься, рада службу оказать тебе я в дружбу. С ободрённой душой князь пошёл себе домой. Лишь ступил на двор широкий. Что ж, под ёлкой высокой видит белочка, при всех золотой грызёт орех. Изумрудец вынимает, а скорлупку собирает, кучки ровные кладёт и с присвисточкой поёт. При честном, при всём народе, во саду ли в огороде? Изумился князь Гведон. Ну, спасибо, мол, велон. Ай да лебедь, дай ей, боже, что и мне веселье тоже. Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом, караул к нему приставил, и при том дьяка заставил строгий счёт орехом бесть. Князю прибыль, белке честь. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах. Мимо острова Крутого, мимо города Большого, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гведон зовёт их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведёте? И куда теперь плывёте? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы конями, всюдонскими жеребцами, а теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далёк. Мимо острова Буянов в царство славного Салтана. Говорит им князь тогда, добрый путь вам, господа, по морю по океану к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гведон шлёт царю де свой поклон. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю, князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Молит князь. Душа депросит, так и тянет, и уносит. Вот опять она его вмиг обрызгала всего. В муху князь оборотился. Полетел и опустился между моря и небес на корабль и в щель залез. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовёт их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате на престоле и в венце с грустной думой на лице. От качиха с бабарихой да с кривою поварихой Около царя сидят, злыбые жабами глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. Ой, вы гости, господа! Долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем? Иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. За морем житьё не худо. Светишь, вот какое чудо! Остров на море лежит. Град на острове стоит с златоглавыми церквами, с теремами да садами. Ель растёт перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живёт ручная. Да затейница какая! Белка песенки поёт. Да орешки всё грызёт. А орешки непростые, всё скорлупки золотые. Ядра чистый изумруд. Слуги белку стерегут. Служат ей прислугой разной. И приставлен дьяк приказный. Строгий счёт орехом весть. Отдаёт ей войско честь. Из скорлупок льют монету. Да пускают вход по свету. Девки сыплют, изумруд в кладовые. Да подспут. Все в том острове богаты. Изоб нет везде палаты. А сидит в нём князь Гведон. Он прислал тебе поклон. Царь-салтан дивится чуду. Если только жив я буду, Чудный остров навещу. У Гведона погащу. Откачиха с поварихой, Свати и бабой-баварихой, Не хотят его пустить, Чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тихо, Говорит царю ткачиха, Что тут дивного? Ну вот, белка камушки грызёт, Мечет золото и в груды Загребает изумруды. Этим нас не удивишь. Правду ль, нет ли, говоришь? В свете есть иное диво. Море вздуется бурливо, Закипит, поднимет вой, Хлынет наберег пустой, Разольётся в шумном беге И очутятся на бреге В чешуе, как жар горя. Тридцать три богатыря! Все красавцы удалые, Великаны молодые, Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, Можно молвить справедливо. Гости умные молчат, Спорить с нею не хотят. Диву царь-салтан дивится, А Гведон-то злится, злится. Зажужжал он, и как раз Тётке сел на левый глаз. И ткачиха побледнела. Ай! И тут же окривела. Все кричат, лови, лови, Да дави её, дави. Вот уже, постой немножко, погоди. А князь в окошко, Да спокойно в своё дел, Через море прилетел. Князь у синяя моря ходит, Синяя моря глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод Лебедь белая плывёт. Здравствуй, князь, ты мой прекрасный, Что ты тих, как день ненастный. Опечалился чему, Говорит она ему. Князь Гведон ей отвечает, Грусть тоска меня съедает, Дивно-дивно я хотел, Перенесть я в мою дел. А какое ж это диво? Где-то вздуется бурливо океан, Подымет вой, Хлынет наберег пустой, Расплеснётся в шумном беге И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горят, Тридцать три богатыря. Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор. Князю лебедь отвечает, Вот что князь тебя смущает, Не тужи, душа моя, Это чудо знаю я, Эти витязи морские, Мне ведь братья все родные. Не печалься же, ступай, В гости братцев поджидай. Князь пошёл, забывши горе, Сел на башню, И на море стал глядеть он. Море вдруг Сколыхалося вокруг, Расплескалось в шумном беге И оставило на бреге Тридцать три богатыря. В чешуе, как жар горя, Идут витязи читами, И, блистая сединами, Дядька впереди идёт И к ограду их ведёт. С башни князь Гведон сбегает, Дорогих гостей встречает, В торопях народ бежит, Дядька князю говорит, Лебедь нас к тебе послала И наказом наказала Славный город твой хранить И дозором обходить. Мы отныне ежедённо Вместе будем непременно У высоких стен твоих Выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре, А теперь пора нам в море. Тяжек воздух нам земли. Все потом домой ушли. Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах На поднятых парусах. Мимо острова Крутого, Мимо города Большого Пушки с пристани палят. Кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гведон зовёт их в гости. Их и кормит, и поит, И ответ держать велит. Чем вы гости торг ведёте? И куда теперь плывёте? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы булатом, Чистым серебром и златом. И теперь нам вышел срок, И лежит нам путь далёк, Мимо острова Буяна, Царства славного Салтана. Говорит им князь тогда, Добрый путь вам, господа, По морю, по океану, К славному царю Салтану. Да скажите ж, Князь Гведон Шлёт где свой царю поклон. Гости князю поклонились, Вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там, Уж гуляет по волнам. Князь опять душа депросит, Так и тянет, и уносит. И опять она его Вмиг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, Шмелем князь оборотился, Полетел и зажужжал. Судно на море догнал, Потихоньку опустился на корму И в щель забился. Ветер весело шумит, Судно весело бежит Мимо острова Буяна, В царство славного Салтана. И желанная страна Вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, Царь Салтан зовет их в гости, И за ними во дворец Полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, Царь Салтан сидит в палате, На престоле и в венце, С грустной думой на лице. От качиха с поварихой, С ватьей бабой-бабарихой Около царя сидят, Четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает За свой стол и вопрошает. «Ой, вы гости, господа, Долго ли ездили, куда? Ладно ли за морем, Иль худо, И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. За морем житье не худо, Светишь, вот какое чудо! Остров на море лежит, Град на острове стоит, Каждый день идет там диво, Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет наберег пустой, Расплеснется в скором беге И останутся на бреге Тридцать три богатыря В чешуе золотой горя. Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор С ними из моря выходит И попарно их выводит, Чтобы остров тот хранить, И дозором обходить. И той стражи нет надежней, Ни храбрее, ни прилежней. И сидит там царь Гведун, Он прислал тебе поклон. Царь-салтан, девица чуду, Коль жив я только буду, Чудный остров навещу И у князя погощу. Повариха и ткачиха не гугу, Но бабариха, усмехнувшись, говорит. Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят И себе дозором бродят, Правду льбают или лгут, Дива и они вижу тут. В свете есть такие льдива, Вот идёт молва правдива, За морем царевна есть, Что не можно глаз отвесть. Днём свет Божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. А сама-то величава Выплывает, будто пава, А как речь-то говорит, Словно реченька журчит. Молвить можно справедливо, Это диво, так уж диво. Гости умные молчат, Спорить с бабой не хотят. Чуду царь-салтан дивится, А царевич хоть и злится, Но жалеет он о честь Старой бабушки своей. Он над ней жужжит, Кружится, Прямо на нос к ней садится. Нос ужалил богатырь, На носу вскочил волдырь. И опять пошла тревога, Помогите, ради бога, Караул лови, лови, Да дави его, дави. Вот ужо, пожди немножко, Погоди, а шмель в окошко. Да спокойно в свою дел Через море полетел. Князь у синя моря ходит, Синя моря глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод Лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, Что ж ты тих, как день ненастный, Опечалился чему, Говорит она ему. Князь Гведон ей отвечает, Грусть тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, Не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, Что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, Ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. А сама-то величава Выступает, будто пава, Сладку речь-то говорит, Будто реченька журчит. Только полна правда ли это? Князь со страхом ждёт ответа. Лебедь белая молчит И, подумав, говорит, Да, такая есть девица, Но жена не рукавица, С белой ручки не стряхнёшь, Да за пояс не заткнёшь. Услужу тебе советом, Слушай, обо всём об этом Пораздумай ты путём, Не раскаяться потом. Князь пред нею стал божиться, Что пора ему жениться, Что об этом, обо всём Передумал он путём, Что готов душою страстной За царевною прекрасной Он пешком идти отсель, Хоть за три девять земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, Молвила. Зачем далёко, знай, Близка судьба твоя, Ведь царевна это я. Тут она, взмахнув крылами, Полетела над волнами И на берег с высоты Опустилась в кусты, Встрепенулась, Отряхнулась И царевна обернулась. Месяц под костой блестит, А во лбу звезда горит. А сама-то величава, Выступает, будто пава, А как речь-то говорит, Словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, К белой груди прижимает И ведёт её скорее К милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя, Государыня родная, Выбрал я жену себе, Дочь послушную тебе, Просим оба разрешения Твоего благословления. Ты детей благослови Жить в совете и любви. Над головою их покорной Мать с иконой чудотворной Слёзы льёт и говорит, Бог вас, дети, наградит. Князь недолго собирался, На царевне обвенчался, Стали жить да поживать, Да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах На раздутых парусах. Мимо острова Крутого, Мимо города Большого, Пушки с пристани палят, Кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гведон зовёт их в гости. Он их кормит и поит, И ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведёте? И куда теперь плывёте? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы не даром, Не указанным товаром, А лежит нам путь далёк, Во Своясе на восток, Мимо острова Буяна, В царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда, Добрый путь вам, господа, По морю, по океану, К славному царю Салтану. Да напомните ему, Государю своему, К нам он в гости обещался, А до сели не собрался. Шлю ему я свой поклон. Гости в путь. А князь Гведон Дома на сей раз остался, И с женою не расстался. Ветер весело шумит, Судно весело бежит, Мимо острова Буяна К царству славного Салтана. И знакомая страна Вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, Царь Салтан зовёт их в гости. Гости видят во дворце, Царь сидит в своём венце. Откачиха с поварихой, С свати и бабой-бабарихой Около царя сидят, Четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает За свой стол и вопрошает. Ой, вы гости, господа, Долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, Иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. За морем житьё не худо, В свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит, Град на острове стоит С златоглавыми церквами, С теремами и садами. Ель растёт перед дворцом, А под ней хрустальный дом, Белка в нём живёт ручная, Да кудесница какая! Белка песенки поёт, Да орешки всё грызёт. А орешки непростые, Скорлупы-то золотые, Ядра чистые изумрут, Белку холят, берегут. Там ещё другое диво, Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет наберег пустой, Расплеснётся в скором беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горят, Тридцать три богатыря. Все красавцы удалые, Пеликаны молодые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор. И той стражи нет надёжней, Ни храбрее, ни прилёжней, А у князя жёнка есть, Что не можно глаз отвесть, Днём свет Божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. Князь Гведон тот город правит, Всяк его усердно славит, Он прислал тебе поклон, Да тебе пеняет он, К нам, где в гости, обещался, А доселе не собрался. Тут уж царь не утерпел, Снарядить он флот велел. Откачиха с поварихой, Сватьей бабой бабарихой, Не хотят царя пустить, Чудный остров навестить, Но салтан им не внимает, И как раз их унимает. Что я, царь или дитя? Говорит он, не шутя, Нынче ж еду, Тут он топнул, Вышел вон и дверью хлопнул. Под окном Гведон сидит, Молча на море глядит, Не шумит оно, Не хлещет, Лишь едва-едва трепещет, И в лазоревой дали Показались корабли, По равнинам океана Едет флот царя-салтана. Князь Гведон тогда вскочил, Громкогласно возопил, Матушка моя родная, Ты, княгиня молодая, Посмотрите вы туда, Едет батюшка сюда. Флот уж к острову подходит, Князь Гведон трубу наводит, Царь на палубе стоит, И в трубу на них глядит, С ним ткачиха с поварихой, С сватьей бабой-бабарихой. Удивляются они Незнакомой стороне. Разом пушки запалили, В колокольнях зазвонили, К морю сам идет Гведон. Там царя встречает он С поварихой и ткачихой, С сватьей бабой-бабарихой. В город он повел царя, Ничего не говоря. Все теперь идут в палаты, У ворот блистают латы, И стоим в глазах царя Тридцать три богатыря. Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкой, Там под елкою высокой Белка песенку поет, Золотой орех грызет, Изумрудец вынимает И в мешочек опускает. И засеян двор большой Золотою скорлупой. Гости дали торопливо смотрят, Что ж, княгиня-дива, Под косой луна блестит, А во лбу звезда горит, А сама-то величава Выступает, будто пава, И свекровь свою ведет, Царь глядит и узнает. В нем взыграло ретевое, Что я вижу, что такое, как? И дух в нем занялся, Царь слезами залился, Обнимает он царицу И сынка, и молодицу, И садятся все за стол, И веселый пир пошел, А ткачиха с поварихой, С ватьей бабой-боварихой Разбежались по углам, Их нашли на силу там, Тут во всем они признались, Повинились, разрыдались, Царь для радости такой Отпустил всех трех домой. День прошел, Царя Салтана Уложили спать В полпьяна. Я там был, Мед, пиво пил, И усы лишь обмочил. И я там была, Мед, пиво пила, И невеста уместа, И жених молодец, Тут и сказки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok